О таких, говорят, живёт работой. Сразу после Афгана Игорь Исаения сел за руль специализированной техники. Вот уже 30 лет мастерски управляет ковшом погрузчика. Рыбу в этом хозяйстве выращивают в прудах. Процесс хлопотный и затратный. В сезон главное рыбу хорошо накормить. Хоть рабочий день у нашего героя начинается с 8 утра, ждать словно у моря погоды – здесь это его часть работы. На глаз Игорь Исаения определяет, какую кормушку нужно заполнить. Утром приехали, а вообще пустые. То есть надо их наполнить, затянуть на пруд и поставить на якорь. И выходные надо поработать. А когда мастера позвонят, я не могу отказаться. Потому что я понимаю, что и рыбу кормить надо, и людям надо помочь. Просто если меня не будет, им надо будет лопатой. Проектная мощность предприятия – 1600 тонн рыбы в год. Её выращивают в 30 прудах. Нагрузка на сотрудников колоссальная. Игорь Исаения вносит свой бесценный вклад в жизнь и деятельность предприятия. Он полностью отдался своей работе и учит других. Его высокие производственные показатели высоко оценило руководство района. И по итогам работы за 2019 год имя Игоря Исаени занесено на доску почёта Солигорщины. Это моя обыденная работа. Я же даже ничего сверхъестественного такого не делаю. Ну, делаю свою работу как положено. Его не остановить. Иногда с пяти утра он уже на своём боевом посту на погрузчике. Погрузчик – ну, просто неотъемлемая часть. Он и комбикорма грузит, которые привезли, и там корма грузит в кормушке, и трактора грузит. И он практически человек стремится, он живёт этой работой. Под торговой маркой «Карпыч» на прилавки поступают живой карп, тластолобик, белый амур, щука, сомка, раси и продукция переработки. За первое полугодие живой рыбы и переработанной продукции было реализовано 530 тонн. Темп просто составил 33,5%. Выручка – более 2 миллионов рублей. И это тоже плюс – 16,5%. В планах на этот год увеличить производство товарной рыбы и расширить рынки сбыта. Организация уже получила экспортный ветеринарный номер. Осенью Слегурская рыба отправится на прилавки соседнего государства. Осталось тут некоторые штрихи. Надо построить дисбарьер, так как в нём не было необходимости пользоваться дисматами и кёрхером. А сейчас надо строить дисбарьер, потому что очень строгие санитарные нормы по приёмке товара в Российскую Федерацию. Отслеживается всё штрих-кодами. Всё это нами уже получено, оплачено, люди обученные. Карпыч – торговая марка, по которой узнают Солигорск, и здесь не стоит останавливаться на достигнутом. К рыболовному туризму предприятие расширило торговую площадь фирменного магазина.